Гости из Канады. Сергей Павлович их должен встретить в аэропорту и привезти. Я решил такое дело. Принял решение сказать, пожелал. У нас Ливия лично играет. И я говорю, она ходит каждый день, или там не каждый, но ходит, пустим, пианино играет. Я решил их записать. Нет, разницы никакой нет. Я не знал, что невозможно будет записать. Она садится, а здесь диван. Примерно вот такой ширины. Вот такое место занимает дальше диван. А как лавима, что стоит дальше? Кушетка? Кресло. Как я не понял. Кресло. Ну тоже не подойдешь. И тут рядом постель еще постелена. Вчера они убрались, теперь. Но я вижу, что им это не узорно. И все это делают девочки. Ее годы два, наверное, уже, да? Ну, обедают. Как ее звать? Сашенька. Как? Александра. Правильно. Правильно. Мы молились за нее зимой. Она не там молится, правильно? Что? С хозяйкой дома, с Ириной, у нас прекрасные отношения. Очень хорошие. Ну, мы еще на улицу. Когда шли туда, я спрашиваю ребятишек. Тарасий пошел сестру сопровождать. Ну и я припарился. Лиля согласилась. Все нормально записать. Я говорю еще в обувши. Для кого их там заходить, это она сообразила. Правильно рассуждение наше. Еще не говорят, что это рассуждение для здоровья полезное. Здоровье, оно не зависит от рассуждения. И ничего не дороже здоровья в Библии говорит. Никакое сокровище, ничего нет. Вы знаете, был миллиардер такой. Анасис. А кто он такой? Убитый был президент в Америке. Кеннеди и Джеральд Джон. Его жена осталась. И он на ней женился. Он миллиардер. У него океанские лайнеры перевозят нефть. Богаче нефть он оказывается. И вот время одно пришло. Его спрашивают. Скажите ваше большое желание. Самое большое желание какое? Вы не поверите, у меня самое большое желание сходить в туалет без боли. Рак прямой кишки. Никакие миллиарды ему не помогают. Ничего нельзя сделать. Помирает. Корабли поплыли дальше. Уже без него. Дочь. Одна дочь. Наркоманка. А у дочери дочь. Теперь она ему уже внучка. Ее там охраняют. Там охранником столько. Ну деньги-то. Какая ему разница? На собаку замещание денег. Миллион могут положить долларов. Я говорю о том, что самое дорогое здоровье. Либрия говорит. Либрия говорит. Здоровье, теле здоровье наоборот бывает. Болеет человек и начинает Бога искать. И читал такой рассказ. Осипов говорит. Александр Александрович. Не Алексей Ильич, а профессор в духовном семинаре Академии Санкт-Петербурга в советские годы 60-е. И он говорит. Знакомый есть. И жена верующая, а он не верующая. Он, как бы сказать, член общества знания. Знания боролись в атеизме. Против Бога. Ну Бога нет, а с кем бороться-то. И она все время молилась. И они любили друг друга. Но вот он заболел, слег. Болел день, два, месяц, год. И стоит на глазах. А она молилась, спросила Бога, чтобы он обратился. А он такой видный, мужчина, представительный. И она думала, как она приведет его в церковь. И как на нее посмотрит и скажет. Наташа, какая ты молодец. Какого мужа и ты сумела привести к Богу. А не так. Он лежит уже, кости одни. И однажды ей говорит. Наташа, просчитай что-нибудь. Она говорит, а чего? Евангелие. Она вышла в другую комнату. И просто заплакала. То есть молитва отречена. Он не так, как она желала. Не этот скиллет. Он никуда не придет. Она просила не Бога, не об обращении души, как выходит. А о своем тщеславии. Какой у нее муж. Как он явится. Щинно. Галстук и бриты. А здесь ничего этого нет. Мы иногда рисуем себе эту картину. И картина эта по нашей жизни. Я босиком действительно. Я иду в город. Иду в город Барнаул. Это столица Алтайского края. Там 633 тысячи человек. Это большой, крупный, пробычный город. Я иду вот так вот, как есть. Вот такой вот, с этими заплатами. Босиком я иду в город. И иду в краевую администрацию. Меня принимает губернатор. Он у меня ничего не сказал. Я иду в городскую администрацию. У меня близкие отношения с мэром. Иду в городскую, в краевую прокуратуру. Он у меня друг. Генерал-лейтенант. По рассуде Юлия Федорович. Мне надо в суд идти. Я захожу туда. Там генерал-майор. Краевой судья. Никто на мои ноги не смотрит. Никто. А почему? Я вопрос задаю. А мне и говорит сейчас, хозяйка-то. Ну вот, я вышел и говорю, мы вам не в тягость заходим. Ну вот, а вы босиком. Ну и что? То есть я ждал этот разговор еще вчера. Но вчера его не было. Она думает, новинку открывает. А я тоже проиграл несколько раз. Ну, что она будет говорить, я не знал до конца. Она будет ссылаться на ребенка. Она так и сослалась. Ну, у нас это где, ребенок. Ну ладно. Я говорю, ну что-то я тогда вам тазик поставлю. Вы придете, ноги вымыть. Я говорю, зачем? Зачем? У человека здоровье от Бога, во-первых, от природы. Человек, сотворенный в природе, из глины, Бог сотворил человека. Во времена Иоанна Златоуста он говорил, ни женщины, ни мужчины, ни девушки не мылись 7 недель. Не мылись. В бане не ходили. Этого не было. Как они мылись? В бане мылись. Как они мылись? Так они как? В пост. Очень просто. Вот еще начался пост. Я говорю, пост. Я говорю, пост. Ну, к Татьяне выхожу там помыться. Своей душево нету. Один раз. Та же рубашку не смею. Ничего не меняю. Как пост наступил до пасты. Четверк пошел и помылся Надежда Васильевна. Четверки каждый день. Помыться. Помыться зимой. Она не кочега. А чего? Пахнет не так. Почему она не пахнет? Да ты святой. Она у кого-то меня решила. Ну, какой я святой? Святой это завитый. Святый вес уже. Ну, ты изболиться не можешь. Я никогда не болею. Я вообще не болею. Понимаешь? Мне операцию делать тогда, когда меня переломило пополам. Всю тяжесть на меня переложили. У меня позвоночник поврежденный. Три грыжи только. Но это болезнь нельзя назвать. Это повреждение. Вы знаете, был такой Иванов Порфирий Корнеевич. Проповедник здорового образа жизни. Обливаться холодной водой. Он говорил, главное болезнь не впущать. Вот это он правильно говорил? Не впущать в человека. Я поднял ноги. Ну смотри, ноги мои. Ну грязные они. Тем более я иду. Как заходите у них. Я прошел по траве. У меня вообще на ногах ничего нет. А вы их ноги-то парите. Они у вас какие? Ноги-то там. Каких бацилл только нету. Разными вот этими лишаями, грибками болеют спортсмены, которые бегают в кедах. Ты открой интернет, посмотри. Наша мама, у которой двенадцать детей. Двенадцать. А у нас только девять здесь всего. С ребятишками. Это одна семья. Двое умерли. Осталось десять. Она никогда не болела. Мы этого не знали. Однажды она приболела. Это не заболело. У нее температура. А как температура? Она пощипала. Вот что-то так не могу. Голова горит. Прошло маленькое время. А на улице градусов около сорока мороза. Она походила. Так же не могла. И не знаю еще. То ли съела не то. А брат, сын ее, работает за телятами ходит. Она говорит, нет, я пойду оське помогать. Пошла там, разделась. Внутри, где телятник. Да и навоз стала выкинуть. Приходит домой. Ее вылечилась, говорит. Болезнь ушла. Нету. Не болеет? Она не болеет. Отец всегда босиком ходит, как бродяга. Она никогда не болела. Мы этого не знали. И причина в том, что она жила в согласии с Богом. Мы более всего с природой. Бога она познала позже. Я сказал, у меня ничего здесь нет. Я говорю, Финляндия, такие самые высоко продвинутые, это Скандинавия и Прибалтика. И у них решили узнать, кто как гигиенится. Как часто шампунем пользуются. Это зараза шампунь. Вы пользуетесь. Вам это не надо. Обыкновенное хозяйственное мыло. Самое дешевое и самое здоровое. И стали смотреть. Оказывается, в Финляндии гигиенятся, то есть моются чаще в душе. Больше там разное жидкое мыло пользуют. По сравнению с эстонциями. Эстонция из трех Прибалтийских республик самая высокоразвитая. И оказалось, Финны болеют ровно настолько больше, чем больше гигиенятся. У тебя собака не болеет? Начни ее мыть. Шампунь и прочее. Она будет болеть не шаем, чем угодно. Это защитный слой. Я ей говорю, да ладно она. Я говорю, я больше никогда не приду. Вообще не приду. А вообще никогда не приду к вам больше. Зачем я буду приходить смущать вас? Я здоровый образ жизни веду. А ребенку дайте по траве поползать. Гули-гули. Ребенок бегает. Батюшка приехал, собака у него. А детишки бегают. Бештянные вот такие вот. Ну, ребенок же. И как раз они в воронцовке были. А собака подбегает, их зализывает сзади. И вообще ничего нет. Собаки любят то, что детское вот это. Любят. Это на здоровье идет. Потому что ребенка много остается. Калорий не востребованных. Все сейчас я им рассказал. Гигиеница много. Не всегда полезно. А гигиениче сказать бесполезно. Я говорю, вот прямо в живой пример. Мы живем в одной комнате. Один болеет, другой не болеет. Один гигиениц, а другой нет. А что нужно? Вот я моюсь, я говорю, здесь почти две недели. Хожу босиком. И тазик один и тот же. Вчера, кажется, я следил только воду. Замутилась. За две недели по улице хожу. Ну понятно, что прилипает. И ничего нету. Почему? Потому что об этом внимании никакого не надо давать. Ничего нету, все нормально. И я. Слава Богу. Упадешь, не спи. Упадешь. Не надо ничего. Не надо. Он сохраняет в себе твердое духо, никому не покоряться. Еще какого-то позыва есть, желудок. Зачем могу покоряться-то? Ты в голове твердо держи, ты герой, ты победитель. Победил чашку. Отбросил ложку. Так, мы сходили. И я записал. Записать негде. Треножник поставить негде. Я вот так вот лежал. На диване ноги с весом. Не на диване. Как ее называют? Ушетка. Вот. С весом. Вот так руку поставил. Другой. Рука тресется. Длиннодолго. Все. Люди скажут, а что экран тресется? Да я весь тресся. Я не боюсь повернусь и отойти. Она играет. Я с какой стороны. И с этой, и с этой. Но записал полностью. От начала до конца. Теперь. А дальше так продлить. Как продлить? Чтобы кто-то взял это на себя. То есть я так. Утабу то есть запрет. А не ладно, ладно. Нет, ладно. Уже нет. Мне достаточно, чтобы вы высказали слуху. Так. Кто бы сделал, чтобы вот леяли все эти уроки. По порядку записать. Ну сколько она будет. Эти уроки принесут пользу. По музыке. Никита. Никита. Кто возьмет на себя это? У него руки как штатив. Игнатий Николаевич. Никита. Надо, чтобы умеющий хорошо пользоваться аппаратурой. Твердо держал ее в руках. С чистыми ногами. Никита Путин. А он такой же бродяга как дня. Так интересно получилось. Мы сходили и получили хороший урок. Я вам рассказал. В Америке едешь и везде играют люди. Играют там площадки, корты. Я говорю, а почему так? Слишком дорогое. Слишком дорогое. Удовольствие лечите. Скорую помощь вызвать. И то, говорит, выпишут все. Пять тысяч долларов. Да невероятно. Это умножь на шестьдесят. А то триста тысяч рублей. Скорую. И скорую ты не будешь вызывать. И быстрее скорой помощи будешь бегать. Пророк Илья написано. Когда дождь пошел, он бежал не за колесницей, а впереди колесницей. Да и зре Эля. Я не знаю сколько. Но там не выше тридцати километров. А царь на колеснице. То есть машина его догоняла. Пророк Илья. Он сейчас живой. И не болеет. И он не болеет. Две тысячи семьсот лет не болеет. Вот какого человека мы знаем. И никогда он не болел. И вот репетали все цари. Ты доверься Богу. Болеем мы главным образом от того, что грешил. Болезнь это сигнал смерти. Это смерти трубы, как сказано в одном стихотворении. Мы должны болезни относиться к тому, что Господь дает сигнал. Приготовься. Дает лекарства. Можно обратиться. Можно какой-то корешок пожевать. Еще что-то. Но главное это должно быть здоровое питание. Одно из условий не переедать. Никогда не переедай. Если переел, это означает отравился. Бумаги иди, говорят. Нам приедут люди. Вы должны быть ближе вы помочь. Я не знаю, как они себя будут привести. Но мы их верим сразу в наше общество. Говорят. Вот у меня по интернету. А вы, если у вас женщина... Ты сейчас ничего отвлекаешь? Выйди оттуда. Ну туда, встань. Боезд бумаги. Послушаем маленько. Гортоголовый. Голосик. 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 Галосик. Голосик. 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 Она 하ла, что все начало там обеих Lichtov Yam공is, Из машины не вылазит. Вытащить леную юбку, наденет. Искать юбки не до нее. У ней широкая карма. Страшно их лишь дайте. Она завернулась вот так. А приехала от санэпидемовлинговой станции... Там теперь. И понимая, что вы меня столкнулись. Две правила. Первое, вы власть И я должен к вам прислушаться А во-вторых, вы нарушите уставы Я не могу вас слушать Теперь по уставу оденьте, документы свои оставьте Здесь, как гостя, я вас принимаю Накомлю и напою Она документы оставила Еще не надо отвечать Я вас как гостя угорчаю, самое лучшее вам на стол Говорят, а вот Ладно, вас мало, а если вы сегодня к вам человек 100 Разницы нет Местный митрополит приезжает И приезжают хористы, девчонки все Приезжают семинаристы Ну, ребятишки Мы их сразу отправили Стой спокойно Так, отвернись на ту сторону Повернись, вот так, стой Вот И мы отправили к Марии Тут замуж выходит, которая барабашная Всех по форме отдела И на... стоят и архиереи И никто не против Всех до одного Ребята все подпоют сами И поют, стоят все как надо Ты как себя поставишь Некоторые у нас были ушли, но в другом месте Они по-прежнему одеваются двойной платок Ну, как у нас видели форму Вот Галина Алексеевна говорила А мне можно в апостольники ходить? Можно, но не в храме В храме форма для всех А остальное твое дело Лишь бы тело было закрыто Все Я свою миссию выполнил Сходил Кое-что обнаружил Знаю, ребятишки болеют У них болеют и болеют часто И совсем благополучно Ну, с тем, что Как одеваются девчонки Разговоры были Все Я считаю, что это все с этим связано Страх Божий Природного бояться Это плохо Зачем купаетесь? Это соединение С природой Вода У тебя позвоночник больной Плавать больше надо Плавать Это для позвоночника очень хорошо Я вас прошу Ходите босиком Зимой, как правило Кто ходит, прожигает ноги Он не болеет Это необходимо Это организм наш требует Вот я вижу, утрами Все чистят зубы Неплохо Но чем они чистят? Все эти помарины И проще Сегодня уже Доказано Супер точно Для того, чтобы зубов не было К стоматологу чаще был И это беззубые люди там сидят А что нужно? Наша мама говорит Мы чистили зубы углем Уголь деревянный Который есть Рассолкет маленько Зубы почистили и все И до старости зубами Наша бабушка с 90 с лишним лет Была как щука Понимаешь Никуда не деться нам Это природное То, что мы придумаем Это добавки какие-то Красители Я говорю Когда соя появилась Повторю Несколько лет назад Прямо везде Мне принесли Я посолонный раз Я говорю Это смерть Смертью пахнет А почему Не знаю Смертью она пахнет А теперь Вознесли от этой соенищи Модифицированное От нее рак Желудка кишечника Нигде соевые колбасы Проще в рот не берет А я хочу колбасы Заведи бычка Заколи его Поруби мясо Добавь чесночку Замечательная колбаса будет Кошерная пища Это есть у евреев У мусульман Если неправильно Заколота Она брать не будет У русских Как раз Голову оттяпан У них надрезы И голова так и висит Моя сестра Валентина Она торговала У них куриц Текст заберут А рядом соседи Мусульманки проходят Никто не берет Вот почему наши курицы Такие же Она говорит Неправильно колите Надо присматриваться К национальному обычаю Почему вы не признаете Я жил в Латвии И первым делом Я постарался узнать Их обычаи Приехал в Азербайджан Она мусульманка Я иду и спрашиваю Замера А у вас здесь как правильно поступить А здесь как То есть я не знаю этого Потому у них разные обычаи бывают Она мне сразу все это говорит Я в один день уже все знаю Ни разу нигде не нарушил Мы приятно расстались Вот так Дети подходили и жаловались Девочка подошла и жалуется Что Фрося на нее прям чихает Вот если чихнуть Она не платочек просит А на нее А сейчас смотрю У Фрося это есть Да И у папки тоже есть Она подает мне первое В лагере было Я сейчас в кладах вот беру Фрося на здесь вот Я не успел убрать Она чих в чашку у меня У меня шашка надо Фрося было такое? Было Было Этого не делают Это крайне невежество Чихать только в платочек Они видимо дома что-то Платочек стараются Сворачивать Вот Правильно А ну вот так давай чихнем И выклинуться Мы получили сегодня Хороший урок Ходите босиком Так Если только можно Найдите Чистителя Конечно А если написано Чтоб дело не поставляло Никиту предложение У него руки как штатив Он как будто так протянет И все хорошо И всю ли ногу не надо никуда Растать Надо договариваться Так Никита Тогда спроси Ирина Скажи У меня придешь Ты со своим тазиком Приду с водой Ну а Многим дома помоешь И дивно велик Наш Господь Благослови Андрея Ирина Дома их и гостей Василия Наталья Александровна Какой прекрасный день Ты даровал нам И каждый день Лучше другого Ибо Ты с нами Хвала Тебя наш Бог Отец Сын И Святой Дух Аминь Аминь Паспал Божий Эй Минуту назад Вернитесь Надо пройти по всеми временами Просто ты знаешь Дорога не баловаться Не баловаться Большая девушка Всех приносите по порядку К Андрею зайдите К Андрею И батюшки Аминь Всех приносите на костюм Пошлите Оденьтесь Я пришел Ваш товар не зайдите Вот моя Возьмите хлеба С тобой кто пойдет И батюшки И батюшки Хлеба Да Ну все Я пошел Спасибо, Христос Вы сами придете на костюм?